Действие началось среди снега на санях, запряженных собаками, поездка на которых показала нам чудеса, нетронутые человеком природы Швеции и ее невероятные пейзажи. Мы встретились с кочевым народом Лапландии, с саамами, познакомились с их традициями и узнали, как глобальное потепление отразилось на их жизнях. Затем мы отправились в Токгольм, где история Швеции смешивается с современностью и туземными характеристиками города, который становится все умнее и комфортнее для проживания. Окунувшись в прошлое на борту роскошного, прекрасно восстановленного корабля 18 века, называющегося Ваза, мы отправились к самому королю Балтики, острову Готланд, на котором мы увидели многие аспекты, делающие его столь особенным. Друзья, эта экспедиция приведет нас на север Европы. Мы познакомимся со скандинавской культурой во всей ее красе, лучше узнаем их верования, инновации и земли. В Швеции мы поедем на санях, запряженных собаками, чтобы погрузиться в культуру этой страны, ее креативность и природу, которая до сих пор местами остается нетронутой человеком. В Исландии мы будем подчинять себе грунтовые дороги и столкнемся с испытанием льдом, огнем и потрясающим природным феноменом. Мы будем забираться на вулканы, исследовать тектонические разломы и плавать среди айсбергов и китов. Мы закончим наш путь на Фарерских островах, архипелаге, окруженном западными туманами, скрывающими их первозданные пейзажи. КОНЕЦ 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 Невероятные приключения итальянцев в Исландии. Сегодня мы побываем в Исландии. Мы много чего увидим, особенно в первой серии, как вдоль берегов страны, так и в ее глубинках. И, разумеется, многое вам будет незнакомо, если вы не побывали там сами и не путешествовали точно по такому же маршруту, что и мы. КОНЕЦ Дорогие телезрители, это знаменательный момент. Подготовка наших автомобилей к новому путешествию – это очень кропотливый процесс. Перед отъездом в воздухе всегда царит волнение, и наша обязанность постараться ничего не забыть. Мы стараемся не терять концентрации и придерживаться максимального внимания ко всем деталям. К этому делу команда подключает возглавляющего нашу экспедицию Филиппо, который будет отвечать за соблюдение маршрутов и выбирать пункты назначения. А также нашего Джаннино, участника путешествий «Оверленд», чьи военные знания и опыт всегда очень высоко нами ценятся. А еще так сложилось, что он превосходный повар. Также к нам присоединилась новая спутница. Ее зовут Кристина. И ее главная страсть – это езда по бездорожью. Я Кристина. Я четыре года профессионально участвую в ралли, и семь лет была гонщицей. Я участвовала в чемпионатах Америки и Мексики в езде по бездорожью, хотя в основном я раллийский гонщик. Я начала заниматься этим довольно поздно, поскольку в моей семье никто никогда не увлекался гонками. С самого детства я любила машины, сама не понимая, почему. Когда мне было 17 лет, я начала готовить ходовую часть гольфа МК-2 1988 года. Именно так я освоила ремесло механика, поскольку у меня не было денег, чтобы участвовать в состязаниях и так далее. Затем я занялась инженерным делом в сфере мотоспорта в Англии. Со временем смогла открыть собственную мастерскую, стала участвовать в чемпионате Канарских островов, и спустя два года я победила в нем. Это привело меня на чемпионат мира по ралли, проходивший в Испании, где я также стала чемпионкой. И теперь я участвую в американских гонках. Мы, наконец, поехали. Добро пожаловать в Исландию. Главная дорога на острове – это государственная трасса номер один, представляющая из себя круг, соединяющий все крупные города. Ее также называют кольцевой дорогой. Это единственная почти полностью асфальтированная дорога в стране. Как обычно, мы предпочитаем выбирать нестандартные пути. Мы едем по грунтовым дорогам долины Лавы, где большая часть пейзажа была создана извержением вулкана, покрывшим всю эту область землей и пламенем в 1783 году. Это событие изменило внешний вид и цвета этой долины так же, как делает скульптор или художник, создавая свои величайшие творения. Кажется, на каждом углу Исландия старается напомнить нам о том, какой взрывной и угрожающей была сила природы. Увидев такое, невозможно не относиться к силе природы без уважения. Мы достигли того места, где можно на ощупь почувствовать драматические последствия глобального потепления. Это первый в мире исчезнувший ледник. Много лет назад в Исландии все знали о леднике, который спускался с гор, пусть у него и было не самое интересное название. К сожалению, сообщаем, что его больше нет. В 2014 году он стал первым ледником, признанным мёртвым, поскольку он перестал двигаться. Он таял с большей скоростью, чем увеличивался в размерах, и спустя годы от него уже ничего не осталось. В 2000 году на острове было 300 ледников, но к 2017 году 56 из них, увы, исчезли навсегда, прямо как этот. Теперь остался совсем маленький клочок некогда изумительного ледника, и предположительно, через 200 лет оставшиеся на острове 243 ледника тоже исчезнут. Очень грустно, что будущие поколения не смогут восхищаться этими гигантами природы. В начале 20 века толщина ледника равнялась 50 метрам, и он простирался на 15 квадратных километров. Согласно экспертам, спустя 700 лет существования, в 1986 году ледник начал таять с ускоренным темпом, это было всего 30 лет назад. Главной причиной контрастирующих характеристик окружающей среды Исландии является тот факт, что она расположена на разломе в земной коре между двумя большими тектоническими плитами, что повлияло на панораму на поверхности Земли и под ней. Сейчас мы в национальном заповеднике под названием Тингвидлир. Своим названием он обязан парламенту и озеру позади нас, называющемуся Тингвадлаватон. Мы находимся между двух тектонических плит, североамериканской и евразийской. На данный момент расстояние между ними составляет 5 километров, поскольку они отдаляются друг от друга со скоростью 2,5 сантиметра в год. Как вы понимаете, это движение привело к образованию многочисленных трещин. Место, где мы находимся, это сильфра, расщелина. Но она наполнена просто фантастической водой, идущей от ледника под названием Лаунги-Йокютль. Длинный ледник. Он находится в 50 километрах отсюда, в той стороне. Для того, чтобы преодолеть такое расстояние, вода около 30-40 лет протекает под землей. Все это время ее очищают лавовые камни. И впервые она выходит на поверхность именно в этом месте. Эта вода такая чистая, что ее можно сразу пить. Поскольку эта вода из ледника, разумеется, она очень освежает. Температура постоянно колеблется между 2 и 4 градусами. Это происходит на протяжении всего года. Она остается такой же и зимой, и летом. Она настолько чистая, что в ней даже не содержится питательных веществ для рыб. Там есть водоросли флуоресцентного зеленого цвета, которые в народе называют волосами тролля. И они спокойно перемещаются вместе с потоками. А когда на них светит солнце, то они становятся почти флуоресцентными, потому что так создается сильный контраст с голубым цветом в центре и зеленым по сторонам. В Сильфри есть разные участки. Один краше другого. Основные цвета тут — это флуоресцентно-зеленый и этот невероятный голубой, который, по сути, окружает все водоросли. У североатлантического хребта в долине Тингведлир, расположенной в 50 километрах от столицы Рейкьявика, находятся останки древнего исландского парламента, первого в Европе. Он был основан в начале X века, и крупные базальтовые грани хребта использовались ораторами как платформы, с которых они свысока обращались к собравшимся внизу. Некоторые считают, что этот парламент может быть самым древним на Земле. Невозможно не заметить иронию и метафорический символизм того, что орган государственной власти, где сталкиваются как минимум два разных взгляда на вещи, располагался в месте, где земная кора делится на евразийскую и североамериканскую тектонические плиты. Ходить в этой трещине в Земле – очень захватывающий опыт. Исландия вновь доказывает, что является экстраординарным местом для того, чтобы наблюдать за природой в действии и прочувствовать ее всеми органами чувств. Это все равно, что зачитываться книгой по геологии. Дальше мы отправляемся к еще одной из главных достопримечательностей Исландии – водопадам. По всему острову их насчитываются сотни. И тот, который вы видите сейчас – водопад Эхсараурфос, названный так в честь реки Эхсарау. Фос – исландское слово, означающее водопад. Маленький, но приятный аперитив перед теми водопадами, которые мы еще успеем увидеть. А как известно, они и здесь – одни из самых зрелищных в мире. Высота этого составляет 20 метров. И, по словам экспертов, он располагается здесь, рядом с парламентом, только потому, что местные жители перенаправили реку Эхсарау, чтобы она протекала рядом с теми местами, где парламент проводил ежегодные собрания. Добро пожаловать в Рейк-Ярик. Архитектура города довольно разнообразна. Ее отличительной чертой являются традиционные переулки и здания, а также более современные строения, стоящие рядом с незастроенной вулканической почвой. Улицы в центре города пестрят магазинами и ресторанами, сочетающими в себе традиционные и более международные влияния, что сближает Рейк-Ярик с другими столицами европейских стран. Один из любимых способов времяпровождения жителей города – это отдых в многочисленных спа, где есть бассейны с подогревом, сауны и горячие источники. Климат в городе колеблется в диапазоне от минус 15 градусов зимой до плюс 15-20 градусов летом. Город расположен у внешних границ умеренной зоны планеты возле Арктики, и относительно теплые воды Гольфстрима делают здешний климат более теплым. Строительство главной церкви Рейк-Ярико началось в 1945 году, но осветили ее только в 1986. Ее структура напоминает о цвете и строении вулканического базальта, и летом в ней проводятся различные концерты и мероприятия. Основной религией Исландии является литеранство, которое завез на остров в середине 16 века датский король Кристиан III. С 1847 года в Исландии свободное вероисповедание, но национальная церковь все же осталась государственной религией. История страны описана в так называемой «Книге об исландцах». Первые постоянные поселения начали возникать в Исландии в 874 году, в исторический период, который обычно называют эпохой колонизации. Нормандский исследователь Ингольф Арнерсон выбрал для себя место высадки при помощи знаменитого ритуала. Он бросил часть деревянных подпорок своего трона в море и посмотрел, куда они приплывут. Течением прибило подпорки к тому берегу, где теперь располагается рек Явик. Там исследователь и построил первую колонию Исландии. Рядом с морем стоит Сольфар. Это стальная скульптура, открытая в 1990 году, представляющая из себя приукрашенную версию типичного для викингов судна. Давайте вернемся в центр для того, чтобы еще раз насладиться множеством контрастов, которыми пестрит столица Исландии. После исторических зданий и хай-тековых конструкций мы исследуем улицы города, где нас встречает настоящий взрыв цветов. Рейк Явик – это еще и музей на открытом воздухе, и многие его здания, дороги и стены украшены граффити, трафаретами, тегами и фресками, что сделало город одной из мировых столиц стрит-арта. Первые работы появились в городе в начале 90-х, и поначалу население встретило их не очень охотно. Но спустя некоторое время стали организовываться мероприятия и выставки. Этот вид искусства прекрасно вписался в городское полотно и стал одним из главных зрелищ для туристов, посещающих город, что также дало юным местным художникам возможность самовыражаться. После расслабленного дня на улицах Рейк Явика мы решили провести вечер в пабе. В Исландии потребление напитков не ограничивается, но все же дорого стоит из-за государственных налогов, которыми их облагают. Это лишь одна из мер, входящих в исландский проект молодежи. Запущенный в 1992 году, проект требовал недюжинных усилий от разных учреждений в плане времени и сил. Но это помогло Исландии избавиться от незавидного ярлока нации, лидирующей по употреблению крепких напитков и запрещенных веществ среди молодежи во всей Европе. Этот процесс занял почти 20 лет и включал в себя такие ограничения, как налоги и комендантский час, а также положительные меры вроде дополнительных культурных и спортивных мероприятий во внешкольное время. Один из многих характерных для Исландии природных феноменов – это гейзеры. Эта область была активной на протяжении 10 тысяч лет, а первые брызги из-под земли появились в 1294 году. Средняя высота гейзеров достигает 60 метров, но в 1845 году был поставлен рекорд, когда высота достигла целых 170 метров. Гейзер Литли Гейзер Литли Гейзер Литли Мы в гейзере, от которого и пошло название гейзеров по всему миру. В этом месте вода достигает недр земли, почти добирается до лавы и соприкасается с раскаленными породами, создавая эффект давления скороварки, из-за которого вода испаряется и пытается найти выход в форме взрывов в этих просто изумительных гейзерах. Невероятно наблюдать за тем, как вода поднимается и опускается, как будто земля дышит. Из-за этой энергии, пытающейся сбежать, возможности природы просто невероятны. Гейзер Литли Вот она, смотрите! Все как по часам. Это происходит каждые 5-10 минут. Потрясающе, не так ли? Мы могли бы многие часы наблюдать за тем, как вода вырывается из-под земли, будто из спины огромного кита, состоящего из вулканического камня. Но нам нужно ехать дальше, к еще одному восхитительному пункту назначения. Это золотой водопад, как переводится его исландское название Гюдельфос. Это самый известный водопад в стране. Его источник – бурные воды реки Хвитау. И в зависимости от времени года, скорость его течения колеблется от 80 до 140 кубических метров в секунду. Это настоящий рай на Земле. В начале 21 века одна английская компания хотела построить на нем гидроэлектростанцию. Но благодаря тому, что хозяйка близлежащей фермы стала протестовать и угрожала тем, что сама прыгнет в бушующие воды, если проект одобрят, компания поменяла свои планы. Благодаря ее вмешательству Гюдельфос продолжает оставаться королем среди исландских водопадов. Солнце вот-вот зайдет, и мы делаем паузу в нашем путешествии по Исландии. Вклад в восторг и волнение испытанными нами сегодня делает тот факт, что мы достигли вулкана Киркьюфедль как раз перед заходом Солнца. Он стал популярен благодаря тому, что появлялся в нескольких сериях телевизионной саги «Игра престолов». Сочетание цветов этого заката так поражает, что в Голливуде закадры с ним могут дать Оскар за операторскую работу. И мы снова сели в наши машины. В следующей серии мы столкнемся со вселяющими страх акулами. Мы отправляемся в знаменитый музей, чтобы узнать больше об отношениях между этими хищниками морей и населением Исландии. Здесь мы обрабатываем акулью мясо и посвятили этому делу музей. Моя семья занимается этим бизнесом последние 400 лет. Мой дедушка был последним ловцом акул в Исландии, занимавшимся этим профессионально. И это его лодка. Теперь мы покупаем их только у путешественников, в сети которых они попадаются случайно. Это гораздо проще. Гренландская акула четвертая по размеру в мире. Ее длина достигает 7 метров, а вес 1200 килограммов. И она может доживать до 400 лет. Это самое древнее позвоночное животное на планете. Очень интересное создание. Ловли акул в Исландии начали заниматься в 14 веке. Есть намеки на то, что она зародилась еще в 9 веке, но мы уверены только в 14 веке. И все эти века их ловили ради их печени, чтобы делать из нее масло, которое затем отвозилось на европейский материк, большие города, где его использовали в уличных фонарях, в Гамбурге, Копенгагене, Лондоне, Париже и других крупных городах. Обычно там использовалось китовое масло, но акулье масло было гораздо качественнее и, следовательно, дороже. Долгое время это был один из главных продуктов экспорта Исландии. Свежее мясо гренландской акулы крайне ядовито, так что у людей ушло около 200 лет, чтобы понять, как сделать его съедобным. Я не знаю, как они до этого додумались, ведь процесс длится 6 месяцев. Но мясо всегда было чем-то вторичным, ведь акул ловили ради печени, и ловить их ради мяса было невыгодно. Так что в последнее время, когда у нас появилось лучшее масло и газ, масло из печени акулы устарело, и в 1951 году в Исландии перестали ловить акул. Когда еще были такие лодки, ловли акул занимались в январе, феврале и марте. В конце зимы, потому что здешние акулы любят холодную воду, они плавают на глубине, но в конце зимы верхние слои воды становятся все холоднее, и акулы плавают выше. Затем мы захотели попробовать на вкус хаукартель – ферментированное акулье мясо. Мы пришли в то место, где наш друг сушит толстые куски мяса акулы, и, как нам известно, вкус акульевого мяса довольно своеобразен. Наша команда еще не подозревает, что оно обладает очень ярким и непривычным вкусом для жителей Средиземноморья. Но Филиппо никогда не отказывается попробовать что-нибудь новое. Давайте посмотрим, как пройдет их дегустация. Как вкусно! О да, вкуснятина! Оно вкусное и послевкусие напоминает голубой сыр. Нравится? У нас в Италии выдерживают свинину, а здесь акулье мясо. Оно очень вкусное. Большое спасибо! Оно правда вкусное. Оно правда вкусное. И чем дольше жуешь, тем вкуснее. Нетронутая природа, которую вы видите, это то, что окружает вулкан Киркьюфедль, также известный как Церковная гора из-за его строения. Это место также служило съемочной площадкой для одного фильма. Актер и режиссер Бен Стиллер снимал здесь некоторые из сцен фильма «Тайная жизнь» Уолтера Митти. Нам повезло, что мы оказались здесь в такой ясный день. Большую часть времени здесь ничего не видно из-за тумана и снега. Одноименный водопад располагается в долине под легендарным потухшим вулканом. В этом месте удивительно разнообразная флора и фауна. Исландские лошади это одна из самых чистых пород во всем мире. И национальный закон запрещает завозить на остров лошадей других пород. А если исландскую лошадь вывозят из страны даже временно, то обратно ее уже не пустят. Именно поэтому исландские лошади никогда не участвуют в международных соревнованиях. Также аспекты эксклюзивности состоят в том, что нельзя импортировать даже поводья. И исландским лошадям можно давать только исландские имена, которые записывают в национальный реестр. Легенда гласит, что лошадь по имени Флуга плавала на судне викингов и заметила прекрасные исландские берега. Нырнула в воду, чтобы добраться до них, таким образом став первой из исландской породы лошадей. Но история предлагает более точную версию. В 1000 году викинги достигли этого острова с лошадьми монголо-сибирского происхождения. И благодаря их выносливости и умению адаптироваться к сложному климату и ландшафту викингам удалось завоевать всю страну. Викинги так любили этих животных. Когда те умирали, зачастую их лошадей хоронили рядом с ними. В 1783 году крупное извержение сократило количество людей и лошадей на острове, и на его восстановление ушло множество лет. только в начале 20 века была основана Международная Ассоциация Исландского Коневодства для того, чтобы рекламировать эту породу. И теперь лошади этой породы живут как минимум в 20 странах. Есть множество легенд, связанных с исландскими водопадами, и нетрудно представить, что эти силы природы могут являться внезапными божествами. Например, этот водопад называется Годофос, что буквально переводится как «Водопад богов». Пусть он и не один из крупнейших в стране, его высота в 12 метров все же впечатляет, а площадь его полукруглого водоема равна примерно 30 метрам, и это однозначно один из самых легендарных водопадов. Одна из самых древних легенд, которую местные связывают с этим водопадом, гласит, что три основных потока воды символизирует бога Одина, самого древнего и важного нордического бога и создателя вселенной, его сына Тора, бога грома и фрейра, норвежского и шведского бога, которого считают покровителем красоты, плодородия, мира и удовольствия. Есть еще одна легенда, объясняющая, почему его называют именно водопадом богов. Она связана с событием, произошедшим примерно в тысячном году, когда люди доверили хранителю закона Логосуматуру, решение, стоит ли им выбрать в качестве основной религии язычества или христианства. Он выбрал христианство, и когда он приблизился к водопаду, то выбросил знаки, символизирующие языческих богов, и позволил потокам унести их в рамках ритуала перемен. Но не все присутствующие согласились с его решением, и некоторые остались преданными язычеству. До сих пор около 5% населения Исландии являются приверженцами языческого культа и собираются здесь раз в год, чтобы провести ритуал, который символизирует исправление поступка логосуматура. Они бросают символы язычества в воду у устья реки, а не у ее истока, чтобы те плыли по течению в противоположном направлении. езда по исландским дорогам это впечатление для всех органов чувств. Яркие пейзажи постоянно радуют вас интересными зрелищами, что делает даже саму поездку уникальным опытом. Расстояния довольно небольшие, по крайней мере, для команды Оверленд, но они так изобилуют ароматами, цветами и пейзажами, что человеку самому хочется насладиться всеми их аспектами. Нас поражает спокойствие, царящее среди этих пейзажей, но также мы ощущаем неспокойные события, которые привели к их образованию. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы едем по берегу озера Миватн, также известного как Комариное озеро. Оно также появилось в результате крупных взрывов, в том числе и произошедших в 1975 и 1984 годах. Мы вот-вот достигнем вершины вулкана Хверфьядль. Его кратер появился 2500 лет назад и он выглядит невероятно гармонично, почти идеально. Его диаметр равен километру, высота чуть не дотягивает до 500 метров и по большей части он состоит из стефры. Друзья, несмотря на то, что пейзаж над землей продолжает приводить нас в восторг, пока мы путешествуем по Исландии, нас также манит и то, что находится под ней. Мы приехали еще в один интересный регион, в тени горы на Мафьядль. Посмотрите, почему мы сюда заглянули. Эта область располагается в кальдере вулкана Крафла и считается геотермальной зоной. Вырабатываемый пар превращается в электроэнергию на построенных рядом электростанциях. В воздухе витает сильный запах серы из-за того, что в этом месте находится множество кратеров, наполненных кипящей грязью. Эти минералы не позволяют растениям расти на данном участке, но это не мешает панораме пестреть классическим разнообразием исландских цветов. Дорогие зрители, после того, как мы покинули изумительное озеро Миватн, мы приехали в Хверир. Как вы видите, это природный спектакль из серных луж. Но, кажется, кое-кто не знает, для чего они нужны. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Исландия – это исключительная страна во многих аспектах, в частности, потому что 100% ее электроэнергии вырабатывается при помощи возобновляемых источников, и 60% из них геотермальные. Как это возможно? Дело в том, что в геологическом плане Исландия – юная страна, или молодая, и ее территория изобилует жизнью. Она расположена на разломе, на трещине в коре земли, которая испускает тепло, идущее от центра земли в форме гейзеров, пара, магмы и горячих источников. Этот счастливый дар используется разными способами по всей стране. Начиная с 30-х годов прошлого века стали проводиться различные эксперименты с геотермальной энергией, сначала в одной школе, потом в 70-ти домах, а в 70-х годах ей стали пользоваться по всей стране. Геотермальная энергия также используется в виноделии и для выращивания культур вроде картофеля и фруктов, которые иначе не смогли бы расти в Исландии, а также для подогрева городских дорог при помощи сети труб, пролегающих под землей. Мы часто спим в палатках, потому что хотим изучить все аспекты земель, которые мы исследуем. Когда нам удается придерживаться расписания, мы также спим и в прекрасных коттеджах вроде этого. Сейчас я вам его покажу. В исландских домах всегда очень-очень тепло. Им повезло в том, что вода у них идет не напрямую из водоносного пласта, ведь там она контактирует с магмой и нагревается почти до 80 градусов. необычно то, что когда вы открываете кран с горячей водой, вы ощущаете чудесный запах тухлых яиц. Все дело в сере, содержащейся в воде. Но тем не менее, самое главное то, что эта вода бесплатная. Климат земли всегда менялся. И мы знаем об этом благодаря чередованию ледниковых и неледниковых этапов, которых было множество в геологической истории Земли. Как бы то ни было, в последние годы мы заметили значительное ускорение этих перемен. И это увеличение скорости изменений климата привело к появлению гипотезы о том, что в этом виновно человечество и что человеческая деятельность внесла свой вклад в значительное ускорение естественных изменений климата. Эта гипотеза подтверждается изучениями тенденций парниковых газов, в частности, углекислого газа, вырабатываемого после индустриальной революции. Если взглянуть на графики, показывающие увеличение объема углекислого газа в атмосфере, то сразу заметно, как оно почти полностью совпадает с повышением температуры. Поэтому очевидно, что значительное повышение температуры связано с увеличением объемов вырабатывания парниковых газов после индустриальной революции. Хорошо то, что пусть человек и повлиял на климат нашей планеты, мы все еще можем предпринять какие-то меры и делать все возможное для того, чтобы ограничить ущерб от этих изменений. прежде чем перейти к следующему этапу, мы решаем заправиться на одной весьма интересной заправке. Во внутренних землях Исландии не всегда просто найти бензоколонки, так что нам ни в коем случае нельзя остаться без бензина. И вот мы возвращаемся на дорогу, а точнее, на бездорожье. На этих дорогах Кристина может в полной мере насладиться своим увлечением ездой по подобным поверхностям. Когда вы едете среди таких вулканических пейзажей, каждый отрезок дороги кажется настоящим путешествием к центру Земли. Мы соединяем точки на карте, на которой полно крайне непредсказуемых особенностей, вроде отверстий в земле, из которых струями бьет вода, где кипит грязь и где зарождается пламя. Мы направляемся в исландский заповедник под названием Ватна-Якидаль, в котором находится одноименный ледник и легендарный вулкан Аския. Джанина, постарайся припарковать машину так, чтобы у нас было укрытие от ветра. Надо торопиться, нужно ведь еще приготовить спагетти с песто. Полагаю, песто домашний? Сегодня мы будем спать под звездами возле вулкана. Потрясающе! Готовка Джанина позволяет нам вкусно пополнить запасы питательных веществ после такого волнительного дня. А мы тем временем готовимся ко сну. Мы должны переночевать здесь, потому что завтра будет очень сложный день как в дороге, так и на склонах вулкана Аския. Пока, Джанина, спасибо! Спокойной ночи! Пока! Друзья, вот и начинается новый день. Команда не спеша просыпается после ночевки на вулканической почве Исландии, которая так полна неожиданностей и историй. Пусть тектоническая активность проявляет себя по всей планете, она особенно сильна в Исландии из-за здешних вулканов и продолжает преображать их и подпитывать. Чтобы преодолеть участок дороги, ведущей Каския, потребуются серьезные навыки вождения по дорогам с формированным пламенем. Эти края постоянно попадают в поле зрения исследователей, изучающих историю и подробности событий, которые буквально трясли остров, пока он не принял свой нынешний облик, что также отразилось и на его жителях. Самый большой катаклизм за последние 2000 лет произошел в 939 году н.э., когда, предположительно, на побережье Исландии вылилось около 20 кубических километров лавы. Это событие однозначно можно отнести к библейским из-за его масштабов. Оно было таким катастрофическим, что местные жители посчитали, что для них настал конец времен, а христианские миссионеры, судя по всему, использовали случившееся в целях евангелизации острова. Субтитры создавал DimaTorzok Исландия еще не все вам показала, дорогие телезрители. В следующей серии мы продолжим наше увлекательное путешествие по этой прекрасной стране. Мы достигнем кальдера вулкана Аскья и узнаем истории наших давних предков в музее исследователей. Мы выйдем в море, чтобы увидеть айсберги вблизи и пофотографировать китов. Мы завершим наш путь на юге, путешествуя по грунтовым дорогам, проходящим через реки и ледники, чтобы посетить регион вулкана Лаки, который сейчас считается наиболее активным и больше всего интересует здешних вулканологов. Хороших путешествий!